На примере своей орхидеи фаленопси сорта принцесса дракон, я вам покажу, как мне удалось нарастить ей корни в кратчайший срок с помощью ваты. Итак, сегодня эта орхидея купалась в стакане с отстойной водой, без ничего, просто чистой, для того, чтобы корни смогли вымыться от предыдущего препарата к воде вид, а чиститься полностью от остатков. Сначала и листьями замачивала в воде на 5-10 минут, а потом и черед был корней. Сейчас достаю ее из стакана, для того, чтобы показать вам состояние корней после обработок и процедур полива стимуляторов роста. И сейчас самое время слить небольшую часть раствора, но не весь, потому что добавлю потом на дно уже с добавлением новой ваты. После замены плановой, подчеркиваю, в этот раз орхидея очищалась от остатков добавления удобрений препаратов-стимуляторов, поэтому вот эти остатки можно добавлять воды в вату. Что касается самой ваты, обратите внимание на ее объем, добавляю немножко, делаю частые подмены, для того, чтобы она оставалась подольше, прослужила, не появлялась плесень, была чистой и выполняла свою задачу это восполнение влаги корня. И обратите внимание, что я сначала добавляю вату на дно, именно в ту воду, которую только что налила, для того, чтобы она тоже пропиталась и корни не стояли просто в воде, а все-таки получали влагу через компонент субстрата. В моем случае это обычная вата, простая. После того, как я поставила орхидею, еще немножко решила добавить ваты и вовнутрь, между корнями, эту заполнить полость, потому что необходимо еще потом, как я делаю это регулярно, опрыскиваю и листья, и сверху верхний слой, и вата просачивается очень равномерно, потом дополнительным водой или каким-то раствором на протяжении уходового периода, промежутка времени, например, во время какого-то регулярного опрыскивания орхидеи моих других рядом стоящих.